МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Телеканал «Видное ТВ» продолжает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях Моисей Шмаилов, начальник управления по делам молодежи, культуры и спорта. Моисей Исакович, добрый вечер. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Ну и с праздником. С наступающим праздником. Моисей Исакович, вы хотели начать прямой эфир с поздравления. Да, почему я и сказал, с праздником. Буквально сегодня в Московском областном доме правительства Красногорске прошел областной праздник, посвященный Дню работника культуры. И, к сожалению, губернатор Московской области по объективным причинам не смог сегодня присутствовать. Был первый заместитель, собрал его, поздравил нас. И мы, кстати, окунулись в очень хороший, интересный концерт, который был организован Министерством культуры. Вели этот концерт Нона Гришаева и Дмитрия Харатьян. Ну а коллективы были самые разные. Но я, честно говоря, в этот день, 24 марта, очень много друзей у меня, которые родились именно сегодня. И среди них работники культуры есть. И вот только что был сюжет об одном исторейшем работнике культуры нашего района. Долгое время он был директором Видновской киносети, потом муниципально-автономного учреждения нашего Видновской киносети стоял у истоков. Один был из тех, кто создавал кабельное телевидение. И мы вот видели о нем репортаж Владимир Степанович Меньшов. Ну я иногда говорю, вот 70 лет смотришь на разных людей, вот ему 70 лет. Дай Бог ему здоровья, мы его все поздравляем, я его прямо утром поздравляю. И вот чтобы он остался таким, как он есть, потому что не все ему даже верят, что столько ему лет исполнилось. Молодец, он правильно ведет себя. И когда он ушел с этой работы, с руководящей, он, конечно, не мог сидеть дома. И мы ему сразу помогли. Вот он на общественных началах вернулся, можно сказать, в некий альбоматор. Это завод, где он работал когда-то до того, как пришел в культуру. Это коксогазовый завод, это музей коксогазового завода. Это мы так вот по-старому называем, но на самом деле, вот сегодня это одно из наших подразделений при историко-культурном центре. Мы ему очень благодарны, я лично, что он на общественных началах ведет эту работу. Но в качестве подарка могу сказать, что глава района подписал новое штатное расписание, и с 1 мая мы можем его уже взять на работу. Вот так. Вот так. Пускай работает уже, хоть небольшая зарплата, но пускай будет. Я очень рад, что такие люди сегодня в строю, в обойме. Я сам у него когда-то учился, честно говорю, вот я с института прошел, а он уже вот для меня был такой опытный руководитель. Так что вот среди ветеранов хочу также в преддверии нашего праздника, который официально завтра, завтра будет проводиться всероссийское мероприятие, сегодня вот областное, а завтра вот в Москве будет проходить большой всероссийский праздник. Поздравить наших ветеранов в первую очередь. Это среди них Инна Михайловна Родионова, которая долгое время возглавляла централизованную библиотечную систему района и создавала ее и Мовчан Галина Григорьевна, которая стояла у истоков создания профсоюза работы культуры и много лет отдала этому, десятки, почти 40 лет. Манель Снина Николаевна, директор Дома культуры совхоза Ленина, теперь она председатель ветеранской организации. Это Карипанова Наталья Леонидовна, директор школы искусственной развилки, сегодня на заслуженном отдыхе. Ну, много вот тех, кто отдали. Но некоторые из них продолжают работать. Ну, да, как? Они не могут спокойно сидеть дома, в том числе. Это уже такой характер выработался, да? А вы знаете, ну, столько вот знаешь, столько знаний, опыта и прочее. Ну, наверное, правильно, когда ты делишься. Ну, я почему поддержал и Меньшова и попросил его поработать с нами. И, слава богу, он согласился. Мы не понимали, что пока у нас нет вакансии, но и он даже не особо ничего не просил. Но для него важно было принести пользу. И пользу, так как он уже в последние 10 лет, и даже раньше, ну, как-то очень активно стал работать с краеведами. И сам стал краеведом. В итоге сам в этом обществе активист. Один из членов этого авторского огромного коллектива, который сегодня выпустил десятки книг про район. Вот это все, Меньшовс в этом составе, да? И, ну, как не воспользоваться? Поэтому я благодарен, поздравляю всех, желаю всем здоровья и удачи, успехов, творческих успехов. Ну, а теперь давайте, наверное, продолжим разговор про наши нынешние современные дела. На очень актуальную тему, да, это реконструкция районного дома культуры. У жителей очень много вопросов, и поэтому наша съемочная группа отправилась посмотреть, вообще, как идут ремонтные работы. Давайте, наверное, начнем с просмотра сюжета, а потом вернемся к этой теме. В рамках государственной программы «Культура Подмосковья» в январе этого года началась долгожданная реконструкция дома культуры. За месяц до этого был проведен тендер по выбору подрядной организации и выделены денежные средства, которые поступают из бюджетов Московской области и Ленинского района. Обновить предстоит абсолютно все. Волнующий многих вопрос снос террасы. Убрали ее неспроста. В связи с тем, что внутри здания добавляются новые инженерные системы, площадь уменьшается. Поэтому было принято решение на месте террасы создать двухэтажное помещение, разделенное на классы. На протяжении многих лет данная терраса не использовалась. Конструкции приходили в запустение, проживели, прогнили. И было принято решение пожертвовать террасой, дабы увеличить площади в нашем Доме культуры. Всего площадь ДК увеличится на полторы тысячи квадратных метров. Новые классы появятся и в подвале, где и раньше находилось бомбоубежище. Также здесь будет расположена студия звукозаписи и буфет. Отсюда вверх можно будет подняться на лифте. Предстоит замена покрытий, которые сгнили за 62 года эксплуатации. Заменят кровлю, систему канализации, вентиляции и отопления. Все мы помним, как порой холодно было в Доме культуры. Теперь же здания полностью утеплят. Грандиозная реконструкция ожидает и святая святых. Зрительный зал. Пока всеми любимый Дом культуры опустел, но когда он будет готов вновь принять посетителей, зрительный зал изменится. Сцена значительно увеличится. Правда, зрительных мест будет меньше. Но появятся места для инвалидов и сами сидения будут комфортнее и удобнее. Выбрасывать на свалку нынешние сидения никто не собирается. Их уже начинают передавать в хорошие руки. Часть отвезли на Мосфильм. Трепетно отнеслись и к другому внутреннему убранству. В прежнем виде сохранятся высокие входные двери, колонны, росписи на потолках и стенах и, конечно, лепнина. Люстры в зрительном зале пока сняли. Их отреставрируют и по окончанию работ вернут на место. Наш Дом культуры должен остаться в прежнем виде. Конечно, да, он будет осовременен, но он должен иметь дух того Дома культуры, который воздвигли в 50-е годы. Я думаю, что от Нового Дома культуры людям надо ждать только приятных и положительных эмоций. Почаще приходить сюда и приводить своих детей для участия в наших великолепных кружках, смотреть наши великолепные спектакли. Работы таких объемов быстро сделать не получится. По предварительным оценкам, вся реконструкция займет год. И тогда жители Ленинского района смогут наслаждаться современным, но сохранившим прежнюю атмосферу Домом культуры. Юлия Погосян, Павел Игнатьев, Елена Кошлева, Видное ТВ. Моисей Исаакович, ну вот такой сюжет. Ну расскажите, сохранится ли историческое убранство? Ну, во-первых, я уже здесь был не так давно, наверное, чуть меньше месяца. Уже специальная была у нас встреча, передача, посвященная Дому культуры. Но я готов еще вернуться к этой теме. Это действительно животрепещущая тема, это очень волнующая нас тема. Поверьте, мы вот все, кто занимался вопросом, во-первых, пробить саму идею проведения ремонта и реконструкции, это было тяжело. Ведь мы его приняли в 2008 году от завода. И за эти годы он ни разу капитально не ремонтировался. Завод частично когда-то где-то отопление, немножко подкрасить, подмазать, что-то было. Но очень мало. Я помню сам все-таки 33 года, вот считайте почти половину срока, я этого Дома культуры знаю. И каждая деталь, каждый буквально элемент этого внутреннего особенно оформления и нас тоже всегда восхищал. И ни в коем мере мы не думаем о том, чтобы что-то убрать. Другой вопрос, как подойти к этой теме. Я уже объяснял, готов еще раз объяснить. Дело в том, что сегодня есть группа людей, жителей, которые пытаются объявить этот объект памятником и культурным наследием. Но если почитать внимательно закон, и мы если это сделаем, то это превратится вот просто как в музей. То есть надо построить где-то Дом культуры, еще один новый, всех перевезти туда, заниматься современной, что-то на уровне школы искусств. А на это будем просто любоваться. Вопрос, а для этого ли строился Дом культуры, чтобы на него молиться и смотреть на какую-то вот, значит, иконка такая, да? Нет, конечно. Отцы-основатели города строили объекты и думали о будущем, о том, что люди будут жить в каком-то вот цвет. Надо понять настроение того времени. Ну да, вот сегодня уже 2016 год, коммунизм, конечно, мы не построили, как хотели, но тем не менее мы видим, что происходит в мире, что происходит в стране и как нам жить и идти дальше. Поэтому мы очень внимательно все посмотрели, все оценили и понимали, да, мы что-то потеряем. Да, сегодня современные требования, в том числе по пожаробезопасности, а многие жители России знают, что после ряда очень серьезных пожаров в таких массовых объектах, там, кафе «Хромая лошадь» или еще что-то, да, где люди погибли, очень серьезно относятся к вопросу любого ремонта, любой реконструкции соответствующих органов. И чтобы пройти экспертизу нашего проекта, мы буквально вот с 2009-2010, вот 3-4 года мы только и занимались тем, что исследовали, обследовались, связывались с Министерством культуры. Даже благодаря некоторым вот нашим возможностям и, может быть, отношениям к Ленинскому району, и в том числе я вот много лет являюсь членом коллегии Министерства культуры, у меня здесь было два министра. Министр культуры Ратникова, когда она была, и министр культуры Рожнов. И того, и другого я попросил именно посмотреть Дом культуры и поддержать нас в плане того, чтобы нам экспертиза разрешила некоторые элементы сохранить, не трогать, несмотря на то, что это не памятник архитектуры. Вот, у нас, конечно, устная поддержка есть, письменная, соответственно, конечно, было трудно получить ее и нету, но сегодня нас поддерживает, в первую очередь, администрация, глава района, Олег Владимирович Хромов, и приехавший к нам недавно с инспекции заместитель губернатора по строительным вопросам, это Илья Анюшкин Герман Вячеславович, с ним был и главный архитектор Московской области Михаил Хакин. И они увидели это воочию, что мы не можем высоту дверей сократить, несмотря на то, что это предусмотрено и это положено по закону. Мы не можем изолировать одни помещения, а сегодня дымоудаление, пожаробезопасность, это надо просто... Этаж перекрывается, да, вот просто как вот, кто был в школе искусств, видел, там это современное здание. И вот это между вторым и первым этажом стеклянная эта галерея, это не ради красоты. Понятно, да? По закону положено изолировать одну от другого зоны, да, задымление, что если где-то, не дай бог, что-то происходит, это не касается другого этажа. Но чтобы это было красиво, мы сделали стеклянное. Чтобы это было как-то очень интересно, мы много чего сделали в школе искусств именно так, чтобы сочетать и красоту, и безопасность. И здесь такая же у нас сегодня предстоит задача. Поэтому мы ищем пути ее решения. И связываться, извините за это слово, конечно, с тем, чтобы войти в историю как с культурным наследием, вот я вас уверяю, это даже не практично, не телесообразно и не нужно никому. У нас дети должны заниматься, а мы должны сохранить внешнюю и внутреннюю красоту. То есть интерьер, экстерьер. Что для этого делается? Вы увидели. Все, что положено закрыть пленкой, мы закрыли. Даже мягкое такое... То есть это не тронут. Да, эти мраморные колонны. Мы сами волнуемся и думаем, как бы сделать так, чтобы эти... Вот действительно, иной раз напрашивается, может быть, и не очень такое сравнение, так сказать, хорошее, как в поговорках, чтобы и овцы были целые, и волки сыты. Может, не совсем здесь, но тем не менее, так по-другому и не скажешь. Нам нужно, чтобы выполнить все требования, это первое, и сохранить все, что можно сохранить. Что касается... Вот мы в сюжете посмотрели, значит, вы увидели, да, пролеты уже все открыты, полы все разобраны, лифт делать. Это требование. Мы не можем идти дальше, 21 век, и стоять на месте. Вы представляете, да, о чем? То есть если мы говорим, даже вот комплекс Петродворец, там, царица и так далее, да, мы, царское село, ведь там люди гуляют и смотрят, там не занимаются, не танцуют, не прыгают. Да, если бы мы этот объект так бы делали, да, ну, наверное, так и стоит сделать. Но мы понимаем, вот просто надо понять, что такое культурное наследие. Сегодня бытует даже еще одна версия, уже я знаю, есть письма Министерства культуры, всю старую часть города объявить объектом культурного наследия. Друзья мои, подумайте, куда мы можем с этим прийти. То есть если где-то у кого-то пропускает водопровод, не дай бог, кто-то кого-то залил, ни в коем случае нельзя ремонт делать, пока не будет экспертиза, пока мы не пройдем полгода чего-то, а человек будет сидеть дома, ему нельзя ни привинтить, ни прикрутить, ничего, потому что это объект культурного наследия. И ты в этом доме не имеешь права ничего делать. Может быть, все-таки разумно подойти? Да, сохранить внешнее. Да, надо бережно относиться к старому городу. Надо самим, прежде всего, жителям думать о подъезде, о территории около дома, о том, чтобы сохранить внешнее. Ну, сами же и уродуем порой, когда мы берем и не думаем, что можно же заказать пластиковые окна в той же фактуре, в рисунке, да, вот так сказать, как это было, ну, то есть деревянные. Нет, вот надо выделиться. Можно же на четыре части раму сделать? Нет, надо сделать одну. Почему? Вот во многих странах мира разрешают, если вот такие дома есть, да, делать или что-то менять только через архитектуру. Ты должен согласовать рисунок и поменять. Вот чем нам надо заниматься. А если мы уйдем в глубокое законодательство, да, и вот эти моменты, поверьте, мы там даже пройти порой не сможем, а не то, что что-то сделать. Поэтому это очень аккуратная тема, тема культурного наследия. Давайте к ней очень бережно относиться, уважаемые жители, уважаемые друзья, уважаемые коллеги. И вернемся к нашему празднику. Ну, все-таки Дом культуры, он же всегда был для жителей местом, да, где были кружки, секции, то есть все туда ходили заниматься. Концерты, вечера, конечно, надо все это сохранять. А что-то еще добавится? Сейчас же будет более территория расшириться? Нет, ну, во-первых, мы будем открывать, ну, жизнь подсказывает, новый коллектив, все это будем делать. Но сегодня, чтобы даже тем коллективом заниматься, вы же понимаете, они занимались, дыша друг другу в затылок. То есть вот я жду, когда ты освободишь помещение, потом следующий я, ну, это же надо понимать, а потом оркестр, 65 лет оркестр, сидит где-то там в скворечнике, почему бы ему не сделать отдельную комнату, где он может сидеть, спокойно репетировать. Хор, 65 лет хору, да любой коллектив берет, 30, 40, 65, театральный коллектив, что им делать? Они, я понимаю, мы не можем закрепить помещение, каждому как вот, как хочется, вот у меня свое, и больше сюда никто не заходит, но это нелогично. Но тем не менее, если мы сегодня на двух этажах возьмем, и мы там запланировали 4 зала, мини-зал, это очень серьезно, поверьте мне, это очень серьезно, и мы можем очень много вопросов решить. К той школе искусства, что у нас сегодня есть, сегодня у нас, вот если мы все-таки добьемся того, что хотим от Дома культуры, и следуем в общем этапу, мы очень надеемся, глава нас поддерживает, Олег Владимирович, с кинотеатром есть идея кое-что сделать, но в городе хоть что-то появится. Ну, то есть надо смотреть вперед, потому что, понимаете, численность растет, куда идти неизвестно. Конечно. Василий Исаакович, а еще очень такое знаменательное событие нас ждет. В апреле пройдет конкурс, который уже 10 лет на территории района проходит, академического пения, сольного академического пения. Да. Ну, это надо сказать, что это действительно, к сожалению, его уже нет. Это бывший директор школы Гончаренко Валерий Иванович. Он сам вокалист был, у него был великолепный голос, и очень хотелось ему вот какой-нибудь конкурс вокалистов, и вообще открыть отделение. А надо сказать, в прежние годы, ну лет 25-30 назад, да еще и 15 лет назад, не каждая школа открывала вокальное отделение, это не было принято. Музыкальные инструменты все, пожалуйста, хореография, художники, а вот вокалов никто не занимался, не то, что в нашем районе, вот в Москве. И вот сегодня уже появилось и театральное отделение, и вокальное. И вот мы там, когда он пришел с этой идеей, давай проведем, ну давай проведем, рискнем. И увидели, что большая потребность, буквально получилось так, что мы договорились с профессором Гнесинки, и он как раз вокалист, что давай проведем, член жюри, вот как-то вот захотелось, и сделали его открытым, просто открытый региональный Ленинского района. Он только для района был? Нет, он открытый был, он открытый. И приехали, буквально отозвались чуть ли не со всей России, кто мог приехать. И тут в Московской области, тогда еще это было не Министерство культуры, комитет по культуре, тоже посмотрев на это, я поехал туда, договорился с заместителем председателя, с председателем комитета, что поддержите, дайте нам статус, уже мы видим, что это уже как тянет на областной. И вот мы перешли уже в статус областного. Перейдя в статус областного, и в старом здании, теперь в новом здании провели несколько конкурсов. Ну, уже вот в прошлом году в Министерство культуры было здесь, были представители, увидели, что у нас география просто так расширилась. Китаянка первое место, из Монголии девушка первое место в своей группе. Ну, вообще мы тут... Наши чуть-чуть догоняют их, что-то отстают и так далее. В общем, перерос. Перерос этот конкурс, и он, конечно, получил статус областного. И, конечно, для района тяжело. У нас сегодня три очень серьезных мероприятия проводит Ленинский район совместно с Министерством культуры Московской области. Это эстрадно-джазовый, вот прошел недавно, с 27-28 февраля, и председателем жюри был известный музыкант, композитор и так далее, Анатолий Кролл. Очень интересный товарищ человек. И было очень много участников, почти 300 человек. Я сам там был два дня. Очень интересно. Это всего третий раз. Вот этот конкурс академического сольного пения, и тоже относительно молодой, но вот он как бы на втором месте по возрасту после сольного пения. Это парад ударных инструментов. А ударные инструменты не проводит вообще никто. Вот мы убедились, что в России такого конкурса нет. И после того, как мы его несколько раз провели, мы получили статус международного. Таким образом, сегодня район проводит один международный конкурс на полном, так сказать, объеме. Все как полагается. У нас члены жюри из Франции, из США, известные музыканты в этом мире. сольно-академический всероссийский и областной эстрадно-джазовый. Я считаю, что для нас этого как бы хватит. Мы, дай Бог, чтобы это вытянули, это очень тяжело, но тем не менее справляемся. Спасибо поддержке администрации. Мы были на прослушивании конкурса сольного академического пения. Давайте посмотрим, кто будет участником. Распевка аналогична разминке спортсмена. В ней залог успешного выполнения певческого задания, считает Екатерина Герасимович, участница отборочного прослушивания. На занятии в музыкальной школе у меня два раза в неделю, а дома я в основном тренирую дыхание и перед зеркалом смотрю, как мне нужно рот открыть правильно, чтобы звук был правильный. Екатерина занимается вокалом уже пять лет, но в конкурсе академического пения участвует впервые и очень волнуется, хотя педагоги возлагают на нее большие надежды. В прослушивании принимают участие учащиеся детских школ искусств Ленинского района, а других участников заявки тоже поступают. Их уже 55. 11 из них – жители нашего района. Пригласили куратора нашего методического объединения из Электростальского колледжа, который курирует работу всего нашего учреждения по разным направлениям. Вот в данной ситуации у нас представитель по вокальному исполнительству. Все остальные регионы, они сами проводят эти прослушивания отборочные и присылают уже нам рекомендации от своего методического объединения, от зоны методического руководства с целью направления на наш конкурс. Конкурс сначала был школьный, потом перерос в областной. А в этом году Министерством культуры ему присвоен статус всероссийского. Развивается конкурс движений в развитии. Мы не будем на этом останавливаться. Может быть, какие-то у нас есть задумки и в дальнейшем продвигать этот конкурс. Может быть, на международный какой-то уровень выходить. Поэтому у конкурса большая история. В отборочном туре каждый участник исполнял три композиции. Комиссия рассматривала уровень технического мастерства, трактовку и эмоциональную выразительность выбранных произведений, а также артистизм и уровень сценической культуры конкурсантов. Такое мероприятие бесспорно может стать трамплином в мир искусства для начинающих артистов. У детей будет прекрасная возможность реализовать свой творческий потенциал и попытаться сделать первый шаг к своей мечте. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Виднет-ТВ. Мыси, Исаакович, какие-то есть возрастные ограничения по этому конкурсу? Он же в несколько этапов как-то проходит? Да, нет, не в несколько. Там сам конкурс, соответственно, есть положение. И, соответственно, вот мы же понимаем, что нельзя восьмилетнего с восемнадцатилетним, в одну категорию, в одну группу. Поэтому по группам. Группы разделены по возрастам, допустим, 8-10 лет, 11 лет. Ну, так по группам. Несколько групп. И, значит, 18-22. Вот есть группа. Ну, и после 22, как правило, у нас не бывает, потому что это все-таки школа искусств, училище. Но есть определенные, так сказать, учреждения, которые вот входят в это. Это конкурс, ну, будем так говорить, не как, ну, сказать, по телевидению, да, прошел, дал заявку. А это все-таки от учреждений. И есть положение все это. Это среди специальных учебных заведений. И соревнуются, и здесь прослушиваются, конечно, дети, которые учатся. И понятно, что если в школе искусств это можно, ну, до 16 лет, там навряд ли больше уже кто-то будет, да, то дальше они идут в училище. Поэтому мы понимаем, что представители училищ, студенты, ну, это они уже должны на своем уровне между собой соревноваться. Поэтому есть градации, есть группы, есть категории, все это разделено. И, кстати, это во всех конкурсах, и в эстрадных, джазовых, барабан, везде. Потому что мы же понимаем, что, ну, и в спорте же так. Конечно. Да, да, до определенного возраста. Причем в спорте очень жестко. Если там кто-то прошел на один день, уже он ему там был не 11 лет, а 11 лет, и один день, можно очень поспорить, что он не имеет права там соревноваться. Но здесь немножко так мы поспокойнее к этому относимся. Но, тем не менее, да, это все очень серьезно. И вот видите, какие у нас таланты. Да. А может международный статус приобрести конкурс? Ну, может, конечно, может. Но вы же поймите, я еще раз говорю, что сегодня очень тяжело и финансово в том числе. Ведь не просто... Это, конечно, престижно для района. О нас знают уже давно. Ну, на всех уровнях район имеет очень высокий рейтинг культуры и так далее. Но дело в том, что министерство не дает достаточно средств. Да, в основном все на наших, так сказать, плечах. И, ну да, там статус, дипломы и прочее-прочее, информационная поддержка. Но мы же понимаем, что от организации процессов в самой школе до оплаты жюри и прочее, и проживания, и питания, это все непросто. Да, но мы уже, как говорится, в эту историю вошли. Мы уже оттуда не очень хотим выходить, не будем выходить. Это наша визитная карточка. И поэтому мы это будем проводить. Если получится, как с парадом ударных инструментов, где реально приезжали уже из-за рубежа, те студенты, вокалисты прошлого года, китаянка и из Монгольдии, они учились в наших учебных заведениях. Они были как уточни... Они не от страны были. Вот если будут от страны, у нас все-таки открытый конкурс, тогда мы можем в министерстве заявить на статус. А пока что это студенты, которые учатся в наших учебных заведениях. Максим Исакш, давайте перейдем к библиотечной системе. Ну, давайте. Давайте. Наша библиотека нас радует давно. Вы знаете, сколько у них проектов. И в том числе получение материальной базы. Я вам скажу, что вот у нас очень долго Блатниковское поселение, ну, честно говоря, было в отстающих. Ну, нету дома культуры, как вот похвалиться там в Молоково. Населенные пункты удаления друг от друга, да. Новодоржино, Бутово, Измайлово, Блатниково. Но, тем не менее, вот с помощью администрации местной, при поддержке финансовой, в прошлом году мы две библиотеки улучшили свою материальную базу. Во-первых, открыли в Новодоржино, там вообще не было. Мы там нашли помещение и открыли библиотеку. Сделали ремонт, новую мебель. Ну, думаем, дальше пойдем. Это пока начало. А в Дубровском, там давно, там, по-моему, этому зданию, ну, лет 25 точно, мы как-то его, нам энергетики подарили, такое небольшое помещение, и отдельно стоящее. И вот сделали ремонт, ремонт на 4 миллиона. Вот это серьезная сумма. Буквально фасад, начинка, мебель. Планируем буквально через месяц, где-то вот сейчас благоустройство закончится, снег оттает, немножко там надо красоту навести на улице. Это мы все сделаем. То есть откроете уже, да, скоро будет? Да, да, мы планируем, вот через месяц, наверное, мы все-таки майские праздники откроем. И действительно, вот даже мебель, ну, честно говоря, я посмотрел. Молодцы наши сотрудники поискали, нашли. Очень интересная мебель для библиотеки, там, детские, так, это вот стеллажи сделаны в виде паровозика, еще, ну, это надо увидеть. Ну, кто занимался этим проектом, дизайном? Ну, ну, как вы понимаете, что люди творческие, да, да, и директор Централизованной библиотечной системы Татьяна Викторовна Лукашева всегда придет с идеями, сядем, обсудим. Если вы видели, я надеюсь, многие видели фасад сегодня нашей библиотеки центральной, как мы долго там обсуждали, вот эти придумали книжки старца и все, это я вам скажу, мы даже строители не верили, что это можно сделать. Ну, мы вот так вот все-таки это добились своего. А вообще проектов много, вы знаете, Шкулевцам было недавно, юбилей нашего объединения в 2060 лет. При Шкулевцах уже есть маленькое детское объединение, молодежная студия «Акцент», пять лет ей. Они выиграли в конкурсе «Наши подмосковья» и свои деньги хотят потратить на выпуск книги, альбомы своего, ну, мы постоянно это делаем, поддерживаем, но сегодня их вот такое решение. Готовимся к юбилею Евгения Зубова, нашего поэта, вот в следующем году будет 19 лет. Надо провести целый цикл мероприятий, это, конечно, и благоустроить могилу. Это есть одна из идей, мы ее еще пока не активно, но, может быть, сегодня можно раскрыть такую тайну. Есть одна из идей нашей центральной библиотеки дать имя нашего же земляка Евгения Зубова. Тем более у него замечательная поэзия и признана специалистами и Московской областной писательской организации, и городской писательской, и Министерством культуры. Есть премия, он действительно уникальный самородок, вот, ну, по-другому не скажешь. Всю жизнь прожил Мисайлова, и я вам хочу сказать, что, да, у него судьба непростая, он был прикован к постели и так далее, но какая строка, да, какое вот чувство вот этого стиха, ну, молодец. И вот, да, есть такая тоже идея. Мы проводим и Зубовские чтения, вы знаете, ежегодно, наши школьники принимают участие. Это вообще большая-большая такая работа, что связано с поэтическим, литературным сообществом. Ну, и еще, конечно, другие мероприятия. Вот, вы знаете, был самый читающий класс на днях, а посвятили столетию Баргузинского заповедника. Да, да, я-то много лет назад заинтересовался, могу, может быть, и в прямом эфире сказать, что я, когда мы купили для библиотеки автомобиль Соболь-Баргузин, очень поинтересовался, что, ну, Соболь-Баргузин, надо же поинтересоваться, откуда это все. Что, оказывается, есть такой на Байкале Соболь, это ценная порода, одна из ценнейших Соболь, это Баргузин он называется, вот именно Соболь-Баргузин. И, соответственно, это место называется Баргузинский заповедник. Все очень просто, около Байкала. Конечно, там согласен, что говорить о сохранности природы, экологии, наша библиотека много раз победителем в экологии, конкурсом по экологии являлась. И, конечно, молодцы, что они это сделали. И 2,5 тысячи детей, 104 класса с района принимали участие. Но это вот тоже интересный проект, и в этом году ему исполнилось 10 лет. Да, юбилейный год. Ну, тоже, вот у нас или прошлое, или будущее, но так или иначе, всегда есть какие-то юбилеи. И поэтому я хочу наших поддержать. Сегодня еще одна идея на развилке. Мы хотим расширить помещение библиотеки. Магазин выехал, мы вот эту территорию просим у руководства. Вот есть у нас поддержка, и мы расширим библиотеку и продадим ей какой-то импульс новой, там функции. Сегодня же библиотека – это не просто выдача книг. Вы понимаете, да? Да, конечно, много мероприятий проводят. Много досуговых мероприятий. Много досуговых центров там располагается. И на уровне даже Министерства культуры принято решение, что сегодня библиотеки, там, где нет домов, культуры и так далее, они должны быть вот этой палочкой-выручалочкой, чтобы проводить мероприятия. Ну, теперь надо подумать, как это сочетать. У нас в районе это делается давно, поэтому опыт есть. Мы это задание выполним. Мы с Езаком, сейчас вот поступают вопросы от телезрителей. Жители Петровского проезда интересуются какой-нибудь досуговым центром? Да, это, конечно, больное место, да. Ну, мы понимаем, что сегодня единственное, где вот более-менее дети могут заниматься, школа 6. Но есть спортивная школа там, да, спортшкола Алим. На самом деле это база спортшколы, а так-то она работу ведет во всех поселениях районов. То есть педагоги разбросаны и работают на местах. Да, обсуждался с руководством района. Есть какие-то идеи, но это же все в деньги упирается, мы же понимаем. И в подбор какого-то земельного участка. Не просто так вот взять и построить досуговый центр. Надо искать варианты. Мы их ищем. Мы их ищем. Один из вариантов, если улучшить условия и переселить, может быть, это так вот пока, из области пожеланий, условий для спортшколы, то на базе спортшколы можно сделать, ну, такой досуговый центр вполне. Комнаты, кружки, ну, так далее. Но все равно жителям Петровского проезда туда как-то надо будет тоже добираться. Но невозможно, к сожалению, в каждом дворе сделать центр. Ну, мы же понимаем, кто-то должен ехать, кому-то это будет рядом. Для кого-то Дом культуры на площади рядом, для кого-то школа искусств рядом, а кто-то туда едет или идет пешком. Поэтому, ну, к сожалению. Хотя понимание ситуации в районе, где у нас сегодня есть узкие места, мы это знаем. Знаем, но когда-то у нас и школы-то не было музыкальной. Мы тоже мечтали, сегодня она есть. Прошло 25 лет с того момента, как начали думать, и до того момента, как мы перерезали ленточку. Тоже тема. А в районе еще какие-то планируются открыты поселения? Да, у нас сегодня, да, вот честно говоря, тоже хороший вопрос. Тяжело идет, но идет. За счет средств Москвы, вот межбюджетные, после того, как часть территории передали в Москву, строится и ремонтируется много объектов, среди них есть и объекты, и образование, и культура, и спорта, и медицина. Ну, вот у нас школа искусственной развилки. Тоже это 25 лет этой школе недавно мы отпраздновали, да, в 88-м году мы где-то открывали. И сегодня мы строим новое здание, хорошее здание, двухэтажное, красивое, но, к сожалению, не очень вродивые подрядчики, так скажем, нам попали. Вот то, что выиграли по конкурсу. Мы опять понимаем, что вот конкурс это может быть достаточно демократичная и открытая процедура, но ведь могут люди выйти совершенно, ну, нам незнакомые, выиграть и ничего не сделаешь, и мы можем только с ними судиться или еще что-то требовать, упражняться очень долго. Вот глава района их называет, и правильно называет, это вот рога и копыта, что называется. Есть только печать, директор, и вот они выиграли конкурс. Но, тем не менее, мы их заставляем выполнять свои обязательства, идти по графику, строить эту школу, надеемся, мы ее осилим, и другого выхода нет, в этом году мы ее должны построить. Ну, и у нас среди объектов не культуры и спорта, но вот реконструкция стадиона «Металлург». Тоже самая история, но, тем не менее, мы все-таки надеемся, что мы ее там тоже завершим. Так что работы идут. А когда планируется открытие стадиона? Все в этом году мы должны, до конца года мы должны все объекты сдать, иначе нам просто, это последний год, когда мы имеем право пользоваться деньгами Москвы. Если мы не воспользуемся этой возможностью в этом году, все, что переходит, это за счет Ленинского района, а это нам не очень выгодно. Можете понимать? М. Садкович, завтра день работников культуры в России. Расскажите, какие мероприятия будут приурочены к этому дню? Ну, я уже сказал, что... Будет большой праздник. Наверное, да, праздник этого планируется. Дело в том, что, ну вот, про сегодняшний праздник, я уже могу все сказать, что там было, да, областной, он все-таки наш. Всероссийский есть всероссийский. И я хочу сказать, что недавно было столетие Дома творчества Всероссийского народного, Дома самодеятельного творчества, в колонном зале, о, не в колонном зале, а в зал Чайковского, в филармонии, в филармонии, на Маяковке. И были такие коллективы из России, вот, многие даже не знают, люди просто их не видят. Наш коллектив, наш оркестр, там всего было 15 лауреатов, которые премию получили всероссийскую, в том числе наш оркестр. Мы очень рады, что Глейхман Владимир Давыдович, профессор, дирижер, заслуженный работник культуры, свыше 45 лет он занимается нашим оркестром, он вот получил эту премию. Поэтому я, кстати, хочу поздравить, пользуясь случаем, всех работников культуры Ленинского района. Если у нас есть гости сегодня, смотрят эту передачу с других регионов или с других районов, передайте своим друзьям, если кто-то в культуре, что мы их тоже поздравляем. Желаем удачи, успехов и исполнения, исполнения, исполнения всего, что задумали. С праздником, дорогие мои, и давайте вместе делать наше общее любимое дело на благо наших жителей. Я присоединяюсь к поздравлениям вас еще раз, с наступающим праздником. Наш прямой эфир, к сожалению, подходит к концу, уже подошел к концу. Спасибо большое, что сегодня пришли к нам в студию. А я напоминаю, у нас сегодня в гостях был Моисей Шамаилов, начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту. Спасибо, что все это время были с нами. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok